Привет, друзья! В прошлых видеоуроках мы с вами говорили о пяти базовых принципах для натурального тренинга. О первых трех режиме питания и воде мы уже поговорили отдельно. Сегодня начнем говорить о четвертом принципе тренинге. Так как видео получается большим, разделим его на две части. Следующий пункт это периодизация. Очень важный пункт. Все, кто хоть немного интересуется серьезным тренингом, давно осознали и прочувствовали на себе, что тренироваться лучше всего по принципу периодизации. И циклировать нагрузки необходимо от тренировки к тренировке на одну мышечную группу, а не уделять несколько месяцев или недель прокачке массы, затем, к примеру, прокачке силы. О тренинге на рельеф я вообще не говорю, так как надеюсь, что вы грамотный человек и понимаете, что на рельеф можно и нужно есть, а не тренироваться. Все вы знаете, как я уже говорил раньше, о том, что мышце необходимо время, чтобы вырасти. Знаете о таких понятиях, как восстановление и суперкомпенсация. Разная тренировочная нагрузка по-разному влияет на наш организм и мышцы в целом. Чем же так хороша периодизация и чем она лучше линейного тренинга с постоянным повышением рабочего веса или количества повторений? Начнем с самого простого и понятного для большинства утверждения, не требующего доказательств. Чтобы росла масса, нужно работать с приличными весами, в серьезном диапазоне повторений. Чтобы росла сила, нужно тренировать силу. Система тяжело-легко, хорошо работала и для меня, и для моих друзей на начальном этапе тренинга. Но и по ней наступало время, когда мы упирались лбом в стену, когда мы въезжали в плата. Позже, когда я тренировался с серьезными лифтерами, я научился у них системе тяжело-легко-средне. И снова прогресс пошел. Но тогда мы еще не задумывались о таких понятиях, как быстрые и медленные мышечные волокна. Тем более, даже не слышали о гликолитических, окислительных и промежуточных. Максимум слышали о высокопороговых и низкопороговых. Задумывайтесь обо всей этой информации и применяйте ее для своих тренировок. Следующий подпункт – разминка. Для того, чтобы тренировка прошла успешно, без травм и принесла удовольствие от проделанной работы в виде прироста массы и силы, необходимо тщательно подготовить организм к предстоящим нагрузкам. Лучше всего для общего разогрева организма использовать кардиотренажеры. Можно прыгать на скакалке, использовать специальные тренажеры, либо какой-то другой удобный для вас вид аэробной нагрузки. Обычно для того, чтобы выступил легкий пот на теле, достаточно минут 5-7. Это будет сигналом, что организм поднял температуру до нужного уровня, и можно переходить к следующему этапу общей разминки – привести в рабочее состояние суставы. Слегка поприседать для коленных и покрутить руками в локтевых, плечевых, кистевых суставах, также размять голеностопный. Я включаю в свою постоянную общую разминку гиперэкстензии, чередуя от тренировки к тренировке два различных варианта. На этом общая разминка заканчивается, и можно смело переходить к специальной разминке. Мало кто задумывается о том, что разминка может быть и является для большинства любителей определяющим фактором в эффективности и безопасности самой тренировки. Задумайтесь, если вы правильно разогреетесь и разомнетесь, то легко будет проходить сама тренировка. Если же вы не разогреетесь и не разомнетесь, то также легко получить травму. Также, если вы приусердствуете в разминке, то сама тренировка пройдет не на все 100% возможной. Не буду приводить примеры неправильных разминок. Лучше сразу объясню, как и что делать, чтобы не травмироваться и выложиться на полную в самой тренировке. Для начала нужно понять, что разминка это не работа, а подготовка к ней. Центральные нервные системы, так и всех физических процессов. Многие так выкладываются на разминки, что это уже является работой. Поэтому, после того, как вы поработаете на каком-то из кардиотренажеров, до выступления пота и сделаете несколько подходов гиперэкстензии, вы должны выполнить следующую разминку к первому на группу мышц, к примеру, возьмем приседания, специальную разминку, в которой мы хотим поработать, к примеру, сегодня с весом 150 кг на 10 повторений, либо на 3. Первый подход должен быть равным 50% от рабочего веса дня в 5 повторах. Второй подход это 75% веса рабочего дня на 3-4 повтора. И третий заключительный разминочный подход с весом 90% на 1 повторение. В данном конкретном примере схема будет выглядеть следующим образом. 75 кг на 5 повторений, 112 кг на 3 и 135 на 1 повторение. Вот мы с вами выполнили идеальную разминку, подготовив себя к серьезной работе и не утомив мышцы, настолько, что рабочий вес уже показался бы нам тяжелым. После такой разминки 150 кг на штанге будут казаться легче, чем обычно. Теперь вспомните же свою разминку. Еще один важный момент, если вы тренируете, скажем, ту же грудную мышцу в трех упражнениях, то специальная разминка нужна только в первом из них. Это очень важный момент, о котором вам никто никогда не расскажет. Но мы хотим, чтобы у нас с вами не было никаких препятствий на пути к своей цели. И никакие мифы и заблуждения не отнимали те драгоценные минуты, которые в 100% из посещающих тренажерный зал тратят на ненужные вещи. Не по своей вине, а по вине тупой и вредной фитнес-индустрии. Теперь вы знаете все о разминке перед тренировкой. Как общей, так и специальной. И ваша силовая работа пройдет на ура, что я вам гарантирую на 100%. Так как вы не будете совершать ошибок в выполнении разминки перед каждым упражнением на одну и ту же рабочую группу мышц, что затягивает тренировку до нельзя и отнимает силы для основной работы. Вы наверняка знаете по себе, что разминаясь по ничем не обоснованным с научной точки зрения системам, вы подходите к рабочим весам уже уставшим и утовленным. Так откуда взяться результату? Помните, насколько важен каждый нюанс. На первый взгляд и неприметный. Но такие мелочи отличают успех от всего остального бесполезного с точки зрения результата. Время провождения на тренировке. После любой интенсивной и не очень работы организм находится в возведенном состоянии. И резкое прекращение работы может также негативно сказаться на состоянии организма в целом и конкретно на миокарде. Вот для того, чтобы этого не произошло и существует заминка. Многие из вас даже не слышали такого слова. Что же это такое и с чем его едят? Итак, заминка. В первую очередь необходимо для того, чтобы привести организм к состоянию, приближенному до начала самой тренировки. Важно именно плавно снизить интенсивность без резких пограничных состояний, чтобы замедлить пульс и уберечь организм от перенагрузки. А также, как если начать тренироваться без разминки, можно нанести вред системам организма. Точно так же можно навредить резко оборвав тренировку на самом его пике. Я советую проводить заминку на беговой дорожке. Только не бегать. Или любом другом кардиотренажере. Так легче всего контролировать и почувствовать снижение нагрузки. Начните быстро идти в течение минуты. И потом, с каждыми 30 секундами, понижайте скорость и угол наклона дорожки. На всех современных дорожках есть кнопка, кулдаун, которая служит именно для плавного выхода с нагрузки. Плавно замедляя интенсивность, можете воспользоваться ею. Но я предпочитаю сам контролировать понижение интенсивности. Чувствую, как сердце успокаивается, восстанавливается дыхание. Я настоятельно советую включать в заминку, как ее неотъемлемую часть, растяжку работающих сегодня мышечных групп. Растяжки мы говорили выше. Но напомню, это очень важно по многим причинам. Одна из них это улучшение качества восстановления. Но вторая, не менее важная, мышцы под тяжелой нагрузкой укорачиваются. И если их не растянуть, не привести в обычное состояние до работы, то со временем она укорачивается. Утрачивает эластичность и приводит к разрывам и отрывам самой мышцы от кости. Поэтому не забывайте растягиваться после тренировки. Рабочие сегодня мышцы. Нежелательно ни в коем случае растягиваться до и в паузах между подходами. Следующий пункт продолжительность тренировки. Вы уже слышали не раз от меня, что основная силовая часть тренинга, не включающая в себя разминку и заминку, не должна превышать 50 минут. Именно поэтому я так подробно касался тем специальной разминки. Зная все эти наиважнейшие нюансы, вы легко сможете укладывать свою тренировку в 50 минут. Так как больше этого времени тренироваться просто глупо. Почему? Все очень просто и научно обоснованно. После 50 минуты силовой части тренировки гормон тестостерон и гормон роста прекращают выбрасываться в кровь. И на их место в большом количестве выбрасывается кортизол. В рак анаболизма номер один. Больше добавлять ничего не нужно. Человек грамотный сразу понял смысл и важность не превышать лимит в 50 минут. А глупый не поймет и при более детальных раскладах. Вот мы закончили с вами раскладывать по полочкам четвертый пункт наших заповедей. Сам тренировочный процесс. Надеюсь, вы узнали много нового. Надеюсь, вы пересмотрите свои тренировки. Не будете тренироваться дольше 50 минут. Не будете тратить ненужное время на ненужные движения в разминке. Будете растягиваться. Будете тренироваться по периодиционным циклам. И ваш прогресс будет постоянным и регулярным. А в следующий раз мы с вами поговорим о заключительной заповеди в дневнике. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!